Микс Ньюс По пятницам после шести вечера Да уж куда там, не до шуток нам сегодня с Леной Лукьяновой Говорим мы сегодня на очень серьезную тему О том, что такое абсценная лексика в Латвии Насколько она воспринимается разными ушами Насколько она произносится Мы задавали такой провокативный с одной стороны вопрос На сайте радио болтком Бесит ли вас, когда латыши ругаются по-русски Потому что, ну насколько я слышу В основном латыши если и ругаются, то ругаются по-русски И что самое интересное, это происходит не только в Латвии Это вообще-то на почти всем постсоветском пространстве Один из главных языков для крепкого словца Это именно русский почему-то Что таджикские дворники в Москве Что узбекские официанты в ресторанах И так далее, и так далее Они все ругаются по-русски Тема наша сегодня называется Языковая этнопсихология Обсуждаем мы сегодня ее с нашим гостем Публицистом Рудольфом Викстиншем Добрый вечер Добрый вечер И обсуждаем мы с Кюлей Писпонин И звукорежиссер у нас сегодня Родион Золотарев Телефон на прямого эфира 672-12-939 672-13-939 Звоните, пожалуйста, рассказывайте Как вы относитесь к тому, что латыши ругаются по-русски И может быть вы хотели бы, чтобы это они делали по-латышски Или может быть, я не знаю На хинди или на каком-то еще редком, более редком языке Чтобы это было непонятно для всех остальных И вообще это, на самом деле, огромный, огромный пласт культуры Я не имею в виду именно русский мат Я имею в виду вообще, в принципе, обстанную лексику в любом языке И я считаю, что вообще любая попытка Каким-то образом влиять на этот пласт культуры Она всегда заканчивается плачевно Рудольф, как вы считаете Что вообще происходит именно с этой лексикой в латышском языке? В латышском или в русском? В Латвии, так скажем В Латвии Во-первых, я думаю, что обсценная лексика – это просто законная часть Это еще один регистр языка И в каком-то смысле русский язык здесь отличается от очень многих других Ну, может быть, английский где-то может как-то сравняться Вы имеете в виду по богатству? По богатству вот такой не совсем приличной лексики Грубоватой лексики Которая может стилистически выражать какие-то очень сильные эмоции Ну, этих слов очень много Там fuck, motherfucker И все это, как ни странно, вы встречаете И огромное количество их производных Очень большое количество Как и в русском Да Ну, может, меньше И они не настолько табуированы, как в контексте русского языка, если честно В английском вы имеете в виду? Да, они не так табуированы А почему вы так считаете? Более свободное общество? Более свободное, конечно Более либеральное общество И эти слова уже давно узаконены И вы их встречаете постоянно в литературе, где угодно Ну, конечно, не в официальных выступлениях Что касается русского языка То, ну, начиная с 90-х годов, то есть после перестройки Появилась целая плеяда русских писателей Которые очень активно используют эту лексику Использовали Но, мне кажется, в последнее время возник откат И мне даже кажется, что запрещены какие-то слова Только я нигде не видел списка этих слов Это, знаете, только тайные подвалы Минкульта Эти списки там, видимо, хранятся По-моему, речь идет о трех словах только Нет, нет, там больше намного слов Намного больше слов Я это знаю, потому что я очень много общаюсь со сценаристами И сценаристов заворачивают на комиссии А сценаристы как раз-таки Вот почему-то писатели, я с вами соглашусь Немножко, что называется, припустили То есть они перестали так обширно использовать Обсценную лексику в своих произведениях А сценаристы продолжают И, в общем, наращивают Ну, я имею в виду молодые в основном сценаристы И драматурги И сценаристы, и драматурги Но, с одной стороны, да, действительно Когда в России начался такой период Который, видимо, назовется периодом Мединского Или еще не знаю, каким именем это все назовут Темные времена, так скажем Когда за слова сажают в тюрьму И ты лишний раз, в общем, не скажешь слово Факт по-русски Тогда, действительно, естественно Идет обратная реакция у молодежи Которая начинает это выплескивать Огромное количество появилось рэперов Которые, естественно, используют Обсценную лексику Это обязательно неотъемлемая Это неотъемлемая часть рэпа Стендаперы, которые выступают В не прямом эфире федеральных каналов Они теперь никому не нужны Эти прямые эфиры федеральных каналов Появились платформы И это последнего года завоевания телевидения, так скажем И кино То, что появились платформы, в которых Теперь показывают сериалы с обсценной лексикой То есть, чем больше ты давишь В публичном пространстве административно Тем больше у тебя выбухивает В каких-то совершенно неожиданных местах И это страшно радует То есть, я не знаю, я за последнее время посмотрела Ну, наверное, сериалы уже 3-4-5 русских сериала С очень хорошим драматическим наполнением С забитой до нельзя обсценной лексикой И оно не смотрелось пошлым А? Оно не казалось неплохо Абсолютно Лен, ну, понимаешь, в чем дело? Я ругаюсь матом Я считаю, это нормально для себя Да, и я даже, простите за такое признание Бывает при ребенке Выплескивается Выражаю свои эмоции Да, это, знаете, как в том анекдоте Когда там Ивану Ивановичу Когда он ударил молотком по пальцу А говорит Ах, что ж вы, Петр Петрович, тут рядом стоите Мне помешали Простите, господи, голубчик Извините, что я тут немножко Погорячился Погорячился, да Все, практически все Я почти, наверное, не знаю человека Который не выражался бы Да, я думаю, что таких практически нет Да Даже самые рафинированные интеллигенты Не, подождите, рафинированные интеллигенты Ну, Пушкин, это наше все, да? Естественно, давайте Ну, подождите, тогда я просто не могу Обойтись без цитаты Давайте С утра садимся мы в телегу Мы рады голову сломать И, презирая день и негу Кричим, валяй Ядрё на мать, скажем так Ну, это Пушкин Или Мы пили, и Венера с нами сидела Прея за столом Когда же вновь сядем Вчетвером С Вином и чебуками Ну, я пропускаю, да На самом деле А в Латвии запрещена обственная лексика? Нет А почему тогда вы пропускаете? Ну, как-то Здесь же как в России Не посадят, не отнимут лицензию Не, не, не Никто ничего Ну, сидит какая-нибудь бабушка Ну, чего мы будем ее шокировать? Но Это Пушкин Это Пушкин Это наше все Но Понимаете, какая штука? Я вообще не могу себе представить Безоценные лексики Очень многие вещи в русской культуре И она возникла С моей точки зрения Совершенно не случайно И в то же время Она не случайно Не возникла в других культурах Ну, посмотрите Ведь Неприличные Ну, элементы человеческого тела Неприличные слова Обозначающих есть везде Они есть в латышеском языке В английском В французском Есть неприличные части тела Да И части тела есть И названия есть Но Это знаете, как в России было Жопа есть, а слова нет Совершенно верно И, кстати, жопа Это ведь совершенно не мат Согласитесь Соглашусь Согласитесь Я вообще мало чего могу матом назвать Ну, а какие-нибудь говнодавы Это мат? Это ботинки Это ботинки? Это суртобу Вы правильно говорите То есть это грубость Это вещь Это немножко грубовато Нет, ну это грубовато Зато точно по виду И по предназначению Ходить по грязи Это самое говнодавы Да, все правильно Все правильно Огромное количество Великолепных Ну, с моей точки зрения Пословиц русских Существует Ну, я даже хорошо Обойдемся без мата А уж какие существуют Русские Как это, господи, вылетело слово Когда Четыростишия поют Да, да, да Чистушки Чистушки Это же просто целый пласт культуры Слушайте Чистушки блестящие Я Мимо тещиного дома Я без шуток не хожу Ну, да Или, например Я дала интеллигенту Прямо на заваленке Девки Пенис это Только очень маленький Ну, согласитесь Дело в том, что мат Очень часто В русской культуре Вот в русском контексте Он связан с чувством юмора С юмором Да И это блестяще На самом деле Но не только Иногда это просто Ну, философские тексты Я прозаических Конечно, не хочу Цитировать Они длинные И неудобные Ну, например Наконец, из Кеннексберга Я приблизился к стране Где не любит Гутенберга И находят вкус в говне Выпил русского настоя Услыхал Мать И пошли передо мною Рожи русские плясать Кто же это? Это не Красов, ребята Ну, и куда же это все девается? Это же очень важная часть Мне кажется Самосознание Самоосмысление И очень... И самоирония И самоирония И самоирония То есть это же никоим образом Не опошляет Не опошляет И не умаляет Да, величие народа Нужно я провокативный вопрос Да, нужно То есть когда латыши ругаются русским матом Они приобщаются к русской культуре? Интересный вопрос Если честно Латыши приобщаются К русской матерной культуре Очень не точно Это вот мое личное наблюдение Я бы мог попытаться Может быть что-нибудь привести А давайте попробуем А нет, уже все Вы просто так настойчиво звонили Но не могла прервать Все-таки прерву Давайте попробуем послушать Давайте, давайте, давайте Алло, здравствуйте, говорите Наушнички наденьте, пожалуйста Да, да Да, слушаем вас Добрый вечер Добрый Про мат Вы говорите Нет людей, которые не ругаются матом Вы знаете Вот моя супруга Вообще никогда не ругается матом Вообще И даже одна? И даже когда она Уронит себе на ногу Что-то тяжелое? Я вам объясню А я вам объясню Очень просто Это Традиция семьи Да Это Из Как сказать Из петровских времен Здесь У нее купечество Так сказать Они никогда В семье Вообще не произносятся Эти слова Понимаете? И дело не в этом Не в том, что там Культурно, некультурно Да Ну вот смотрите Вы цитируете стихи Великих поэтов И при этом Почему-то у вас есть стопор Вы не говорите слова Хотя в Латвии В Латвии Вы можете ругаться матом Вот я сейчас захочу Ну Рудольф уже объяснил Почему он это делает Я просто жалею Да Дело не в этом У вас есть стопор Понимаете? Да Потом смотрите Насчет юмора Да Вот есть стоп Я считаю Так сказать Советского и российского Так сказать Юмора Да Это Жванецкий Да Но даже про Баржу Великое произведение Его я считаю Да Там ни единого слова Там только намеки Какие-то Так сказать Неждометия Вот в чем суть вопроса А вы Михаил Михайлович Слышали только В телевизионном варианте Или в закрытых Клубных форматах У него есть Книги Предположим И так далее Да Но Почему это не выносится На публику Выносится Выносится Почему Просто вы не слышали Понимаете Только таким способом Ну это От бескультуре получается Вот в чем суть Ясно Спасибо большое За ваше мнение Вот такое мнение Бескультуре Бескультуре Да Ну вот Не сложно же почитать Например переписку Пушкина с Вяземским Ох И много же мы там прочтем Честно говоря Вот в этом плане Или Ну Сорокин Один из очень неплохих Писателей современных Или Лимонов Или Юс Олешковский Или Виктор Ерофеев Или Пригов Или бы Минкин Ну то есть масса Целая плеяда русских писателей Современных Не только современных Ну я Привел сначала Но в переписке Чехова тоже С Книпер Чеховой Там Да Все хорошо Конечно Ну если хотите Один анагнитический случай Вам расскажу Вот представьте Ну Пушкин вот так относился А ну есть у нас другой авторитет Лев Толстой И вот Лев Толстой Служил же ведь на Крым Воевал на Крымской войне Были там солдаты Они конечно ругались Матом И Толстой Он моралист И он решил Их научить Матом не ругаться И он им говорит Ребят Ну вы используйте Другие слова Заменяйте Ну например Я вот специально Даже нашел Эх ты Едондерпуп Попробуй-ка Запомни Значит И вот он их учил Там было много выражений Которые он предлагал Потом он Уехал к себе Назад в Ясную Поляну Прошло несколько лет И там Солдаты эти Говорят Ну Был у нас офицер Граф Лев Толстой Ну матерщинник Так заворачивал Не повторишь И я Подумал Подумал об этом И подумал А ведь солдаты Наверное были правы Потому что Ну он действительно Он вышел за пределы Конвенциальной лексики И Этих необразованных солдат Это потрясло больше Чем если бы он просто Ругался Привычными словами То есть Вот эта вот попытка Собститюта Заменения Замены Мне кажется Она не работает Но все-таки Вот Крудов Латыши ругаются Русским матом Почему? В латышском Нет таких слов Конечно Или Нет-нет-нет Или нет таких Эмоций Или Или они действительно Не понимают Что это очень грубо Да На самом деле Всего этого нет Значит во-первых Начнем с самого начала Нет таких эмоций Потому что Эмоциональная гамма Латыша В среднем Ну как бы как Этнического латыша Она спокойнее Она не такая Ну как бы это сказать Экстремальная Помните как Достоевский Говорил Обузить бы Душу И так далее И так далее То есть Русские очень склонны К экстремальным эмоциям Латыши меньше Второе Я думаю Что суровой жизни На Русской равнине Она Требует Острые реакции Очень часто Потому что Я с этого начинал Что в принципе Эти слова же Есть везде Во всех языках Но феномена Мата Нет почти нигде Мне кажется Что нигде Однажды Мне одна арабская девушка Говорила Что у них есть Очень грубые слова Но мата Как понятие Но нет В балканских странах Еще есть Наверное да У балканских славян Может быть Да Именно балканских славян У них тоже Вполне себе Ну не такой богатый Как русский и английский Но тоже достаточно большой То есть Я например Жила в Чехии долго Я знала чешский мат Он очень скупой Вот прям вот Очень скупой И очень Так скажем По сравнению с русским Детский такой Вот А вот именно Балканские славяне Они вот уже По харду И пожестче И Да Рудольф принес книжки Я взяла книжку Вот держу в руках Большой словарь Мата Том 1 Сколько их томов? Вообще должно быть 4 Но по-моему Он их не сдал И это толстая книжка То есть количество Слушайся Это абсолютный подвиг Это филологический подвиг Это плут с Ашсарно Знаем Мы его знаем То есть Он решил издать На 4 главных слова 4 главных тома Я был потрясен Потому что целый тон Посвящен Вот Ну понятно Одному слову Я никогда не думал Что есть столько пословиц Столько стихов Столько всего чего Дразнилок каких-то Ну это Большая филологическая работа Огромная работа Там же все ссылки Там весь аппарат Все очень грамотно Ну Что касается Вернемся к латышам Вернемся к латышам Значит нет таких эмоций Что звонят Конечно Нет таких Уже нет Нет таких крайних эмоций И нет потребности Так крайне их выражать Это первое А второе Они Латыши пользуются Русским матом Как бы вам сказать Со сдвинутым значением Я не знаю как это объяснить Сейчас я попробую Ну Во-первых У латышей до черта Ругательств Просто они не настолько грубые Ну там Ядри твой коцень Или там Йо хайды Йо ма ё Йопсик Мопсик Йо ма ё Это латышское? Я думаю Что они взяли Конечно И вот например Словарь Латышского сленга И это очень интересно Йо ма ё Это же как бы Эвфемизм Той же самой матери Конечно Это все эвфемизмы Или например Они говорят Блявенс Блявенс это Крик Вопы Ну как блин Как блин Да Совершенно верно Детский Да Но Есть более тяжелые варианты Я не знаю как это произнести Вот в словаре написано Например У меня И в скобочках Идут объяснения Филологов Филологи Длинная я надеюсь Короткая Где говорится Ну это все Когда вы хотите что-то сказать Что-то неприятное Не годится Понимаете Они не Осознают Всю грубость Вы не осознаете Мы не осознаем Потому что Ну я как бы сравнительно хорошо знаю язык А Люди используют не очень точно это все А может быть потому что это чужой язык Все таки Да И поэтому удобно ругаться на чужом языке Во-первых Это как Сначала там да Например В России В начале там Не знаю Какие в конце 80-х Начали использовать Английские матерные слова Для того чтобы Показать какую-то свою там Немножко Факанс Факанс это плохой Ну плохой Всего-навсего Или например Они говорят Бледискс Это не означает ничего ужасного Это просто значит плохой Плохова Я серьезно Потому что Они видят Как эти слова Используются в русской аудитории Ну и они видят Что вот так это используется Они не думают Что это Ну очень-очень тяжело Но это все-таки в основном Такие что Так называемые Однокоренные слова Или как в русском мате Это вот тоже Многоэтажные Многоступенчатые конструкции Могут быть Нет Так далеко дело не заходит Но это все используется И еще как Ну я не знаю Что еще? Почему еще? Держим интригу Держим интригу Вернемся буквально через пару минут И расскажем Какие еще слова мы узнаем Буквально через пару минут На радио Болтком Языковая этнопсихология Сегодня главная тема нашего эфира Телефоны 672-12-9-3-9 672-13-9-3-9 Рассказывает нам Просвещает О ситуации С собственной лесикой В Латвии Публицист Рудольф Викстин У нас разрывается телефон Давайте послушаем Дозвонившихся Алло Здравствуйте Вы в эфире Говорите Добрый вечер Я по поводу Этих слов На аллазийском языке Почему так мало И так далее Немножко в шутку Но тем не менее Они Образуется там Где Человек С первого раза Не понимает что-то И тогда ты говоришь То Разве Не понимаешь Меня Как надо делать И обратно Это слово Это используется В тех Народах Где С первого раза Не понимаешь Человек Которым надо Долбить Долыть Это так Шутка Немножко Но Наверное Эти слова Появляются И появились Так что Обычно В этот Быть Заложена Энергия Боль усиленная Когда человек Не говорит Ну пожалуйста Или там Сделай это Когда говоришь Вот слова Трехэтажные Тогда там Заложено На самом деле Тот человек Которым Говоришь Он понимает Что Уже до Белой Горячки Это все На колено И надо Прислушиваться Или там Быть внимательным И так далее Ну то есть Отчасти Наверное Поэтому Тоже пользуются Как бы Этими Выражениями И На другом языке Используют Слование На одном Потому что Ты не понимаешь А интонацию Ты Даже ребенок Он Слышит И понимаешь Что Вот Сербально Он понимает Что там Заложено Это Именно Мощная Энергия Но только Он не понимает Что ее Не надо Пользоваться Он Наверное Право Этим Словом Пользует Ну то есть Такое Как бы Мысль Спасибо большое Давайте сразу Заодно послушаем Второй звоночек Алло Здравствуйте Добрый вечер Я звоню Задать вопрос Но сначала Выскажусь Ну во-первых Эту песню Не задушишь Не убьешь Во-вторых Вот прав Ваш гость Значит Со смещением Понимает Как латыши Вообще Так и молодежь В частности То есть Они Значение Вот того На котором Мы выросли Вот я человек Грубый На стройке Там работал В страйбате На флоте Все да Всю жизнь матерился Но когда я на детской площадке С внуками Я этих Мальчишек И девчонок Девчонки Матерятся Так как я не матерился Может быть В каких-то Пиковых ситуациях И значит Что еще Вспомните Раневскую Ее высказывания Там не просто мат Там классика Такая Что записывать Только да Там Как она Жизнь назвала Жизнь Это прыжок Из Ну я заменяю Грубое слово Из вагины В могилу Представьте То есть То слово Которое на п Вместо вагины Значит Что еще хотел сказать Да Пушкина воспоминали Вот у меня Врезалась фраза такая Когда Пушкин В коллективе Без Гоголя Говорит Хохлу Ничего нельзя Да Значит Взял сюжет Гоголь у Пушкина Либо мертвых душ Либо ревизора Не помню И Пушкин говорит Ничего нельзя Говорит хохлу Он все Опять же пи Понимаете Вот это А вопрос в чем Вот смотрите Значит В интернете мат Ну там просто Опять же Даже я кисну В кино Вспомните Балабанова война Когда В адрес Героини Ингеборги Дабкунайте Чеченец выражается Ну там такой мат Что Ну все А вы бы поверили Если бы на войне Люди не говорили матом Вы бы такому кино поверили Я за мат Я за мат Вообще Везде и повсеместно Детей бы убивал За мат На детской площадке Но вопрос у меня в другом Вот смотрите Кино Телевидение Интернет Мат поголовно А радио Самая демократичная Медиа Самая повитанская Вот я этого понять не могу То есть вот если я на балкоме Говорю слово Жопа или говно Меня или отключают сразу Без разговоров Или ставят на место Никто вас не отключил Скажите еще разочек Нет вы то Не значит не то Не те люди Для вас Ну чтобы поправить Подколоть вас что ли Вы когда говорите Видите себя плохо А я говорю Давайте по отношению к вам Вы сразу серьезно И говорите А это статья Тюрьма Конечно Потому что вы мне угрожаете Я не угрожаю Я говорю Вы шутите Я шучу Но у вас сразу все Сразу меняются акценты Так и здесь То есть вы это вы А вот радио вообще У нас вот в Латвии Не знаю как в России Я думаю и в России Значит не очень-то поругаются В России запрещено Использовать обценную лексику Лишают лицензии Я говорю Вопрос что я хотел задать Почему радио Самое демократичное С одной стороны Медиа Самое паританское По факту Я этого понять не могу Просто вот истинно Вдумываюсь Понять не могу Все вам хорошее Спасибо Может просто не те радио Слушайте Но я например работала Много лет на радио Свобода И прекрасно помню Как приехал Юс Лешковский Уже помянутый сегодня Нашим уважаемым гостем Если кто не знает Я например тогда Я была слишком молода И тогда не знала Кто это такой Это было очень смешно Он мне долго говорил Ну а курочек же А курочек Я такая Ну и что Что а курочек Вот И прекрасно себя Юс Лешковский Читал свои стихи В эфире Со всей Положенной К тому месту И времени Лексикой И не только он И так далее То есть Не идет речь О какой-либо Цензуре Кроме как О цензуре Которая происходит Сейчас к сожалению В Российской Федерации Но мы сейчас в Латвии Слава Богу Я не дали Как вчера Просто листал его Николая Николаевича Ну боже ты Боже ты мой Боже Это повесть Которая в общем На этом построена По сути Ну а что же делать Ну Тема такая Я совершенно Согласна Ну то есть Я конечно не убивала Понятно что это Фигура речи Там да Детей за то что они Ругаются матом Конечно дети ругаются матом Конечно они это слышат Они это впитывают Им кажется это Некой ступенью взросления Единственное о чем Я всегда говорила Своим детям О том что Ты сначала Научись правильно Говорить по-русски Вот правильно Конечно С правильными акцентами С правильными ударениями С правильным написать С правильным пониманием С пейлингом И так далее А после этого Пожалуйста Используй свой родной язык Как ты умеешь Это твоя свобода Но сначала Нужно научиться Его использовать У меня был знакомый Совершенно русский Который говорил Пардон Влаголища Я думаю Что он это сравнивал С голенищем Почему Потому что иначе Ну откуда такое ударение Что это такое Ой вы знаете Я за свою работу За годы Десятилетия своей работы Ты таких ударений Наслушалась Что Наушно не придумаешь Это называется Давайте послушаем Еще дозвонившихся Алло Здравствуйте Говорите пожалуйста Здравствуйте Вообще Очень интересная тема Мое мнение Мат Скажем так Есть анекдоты Которые без этого Ну просто теряются Теряются Конечно Это раз А второе Мое мнение Это личное мое мнение Что вот когда Постоянно человек Ругается матом Вот в разговоре Все Это самое Это просто От бескультуре Человек просто Не читал книг Не смотрел Хорошие фильмы Спектакли Ну в основном Не читал Хорошую литературу И поэтому Чтобы Заполнить Своё Незнание Начинается Вот это вот Постоянный мат А как вы думаете Пушкин читал Хорошую литературу А Козьма Протков Читал хорошую литературу Как вы думаете Или тоже Бескультурье был Какой-то Почему Читал Но он-то говорил По делу Вы понимаете Не просто так Вот оно Вот оно Мат по делу Можно Хорошо Спасибо большое За вашу Моя маленькая ремарка Я сейчас Многие преобразования В России Иными словами Зачастую Ну просто Не могу выразить Если надо выразить Их коротко И ёмко Вот оценочное Суждение Лет 20 Нет 10 10 примерно Ну 10 точно Да Слушайте А вот скажите Пожалуйста Рудовь Как вы думаете Почему Всё-таки Это присуще Именно использование Русской Обсценной Лексики Русского Языка Присуще В постсоветских Странах Где отказались От русского Языка В основном Да Вот официально Убрали его Из школ Считается он Так Скажем Гонимым Даже В некоторых Странах Но тем не менее Матеряться По русски Ну Потому что Осталось пустой Эта ниша И эту нишу Не смогли заполнить Этот регистр Надо было заполнить Чем-то Здесь уже Всё готово Но почему же Не использовать Использовать Англии Я же уже говорил Английский Факт Или немецкая Ну а русская Разработанная Готовая Целая гамма Великолепно ведь Да Очень удобно Использовать Но как криво Это всё иногда Делается Ну например Я наткнулся На слово Тоже в словаре Кстати Слово Вы удивитесь Дрочит И знаете Что это значит Никого отношения К сексу Не имеет С латышской точки зрения Это значит Приставать Доставать Доставлять неприятности Понимаете как Вообще-то В принципе Такое выражение Есть и в русском Тоже языке Как переносное значение Как переносное значение Не как прямое Значение дрочить А вот там Меня задрочили экзамены Да То есть переносное значение Стало основным Так очень часто бывает Когда слово Переходит Из одного языка В другой Это очень часто бывает Да Но вообще Я никогда не забуду Я встретил Телеграмму Одну В свое время Телеграмма звучала так Изя ЗПТ Твою мать Точка Подробности письма Ну как Емко Понятно А главное Изя теперь сидит и дрожит Изя понимает Да То есть Как вы это заметили Я не понимаю Давайте послушаем Давайте послушаем Еще дозвонившихся Алло Здравствуйте Вы в эфире Добрый вечер Добрый Вы знаете Вот неправда Что вы говорите Что идти по русским Это масса Ну как бы Само собой У нас И мат Как бы Начал так В общем Много И публично Употреблять Это после Ну как бы В советское время Так будем говорить А вот Русские Староверы Которые У Латвии Уже Жили Давным-давно Они никогда Матами Ни мужчин Уже про женщин Там и говорить Нечего Они никогда Мат не употребляли Потому что Это Считался грех И Ну я не думаю Что публично Раз они никогда Не употребляли То они там Где-то дома Ну так Матом ругались Так что Это Вовсе не так Это вот В советское время Да У Латвии Ну он как бы Развился Потому что Русский язык Тоже был В общем-то Основной Ну Ну раз на русском Говорят Так и Матерятся На русском Русский мат Употребляют Так что так Мне кажется Что в советское время И водки-то На Лиге не пили Все-таки пиво Во-первых Во-вторых Старая вера Это совершенно особая статья Да Я все-таки Все-таки отметила бы точно Что мы говорим сегодня Об обывателе Мы говорим об обывательском языке Мы конечно же Не говорим о духовенстве Мы не говорим о верующих Поцерковленных И так далее Это конечно грех Я работал Я работал с женщиной Которая была Она даже не была Старовером Но она была Староверской семьи Так ее дочка Приходила в платки Они Если ты приходил И у них что-то ел Или пил Они тебе Вставляли другую посуду Не свою У них такой закон На самом деле Потому что ты не старовер Ну как у Правоверных евреев Как у правоверных евреев Совершенно верно Кашет Да Ну вообще надо представлять Что Латвия же чемпион По числу староверов У нас самая большая Староверская община в мире Вообще-то Потому что сюда они бежали И это Это вообще интересно Староверы же Ну православные В конечном счете Да Так вот Они на старославянском говорят Или на каком-то На латышском Не-не-не Они отлично говорят На латышском Кстати сказать И они Отличные бизнесмены Это Протестанты Русского мира И они поселились В московском Форштадте И они Они стали Минялами Они стали Купцами То есть Они вообще говоря Процветали И это очень Интересное явление Но они до сих пор Совершенно Отталкиваются Так называемых Никониан Никонианецы Совсем Люди неправильные Хотя Это у нас Другая тема Это другая тема Да Это мы сейчас Уйдем в староверов Хотя это тоже Страшно интересно Мы обязательно Давайте сделаем Об этом программу Это страшно интересно Ну староверы Конечно не ругаются Давайте послушаем Еще у нас разрывается Телефон Дадим возможность Высказаться Слушателям Алё Здравствуйте Добрый вечер Виктор Я начал Нормативные лексики А вы знаете Многие слова Которые сейчас Считаются Ругательными У них совсем Другое значение Коре надо смотреть Откуда они Произошли Например Солочь Это просто Так называлась Бригада Которые Сволакивали Суда Пауки Ну есть Слово Лексикой Они совершенно Не запрещены Они литературные Они применимы Насчет Староверов Насчет Староверов Вы знаете Я так Одно время Очень много Общался Именно Но я бы не сказал Что они Против Нормативной Лексики Но они Довольно таки Мастерски И применяют Спасибо большое За ваше мнение И за ваш рассказ Ну что Мы Все таки Мы прекрасно Понимаем Что Всему Своё время Всему своё место В культуре Главное Уместность Ключевое слово Уместность Я с вами тоже Согласна В культуре Я считаю Что это Ни в коем случае Ну это моя личная Мне нельзя запрещать Такие вещи Равно как вообще В принципе В культуре Ничего нельзя запрещать Иначе ничего Не будет расти Иначе ничего Не будет двигаться Ну вы знаете Что люди Очень интересно Разделяют Это на сферы Однажды Был в моей жизни Такой случай Я посетил Такую фабрику Где производили Пластинки Ну записывали Пластинки И разговорился Ну С мастером Женщиной Такая Мощная Женщина И она говорит Это было в начале Перестройки Какой ужас Появились группы И вот представляете Они хотят Чтобы мы записывали На пластинке А там вот появляется мат Но я просто Вообще не понимаю Как это может быть Какой кошмар В этот момент Открывается дверь И заходит Работяга И она начинает С ним разговаривать На таком языке Да Ровно так Он выметается Быстро делает То что она ему Сказала Вот во всей этой лексике Она поворачивается К нам И говорит Так вот Я совершенно Не понимаю Ну как это может Быть на пластинках И вот это Очень интересно Она это держит В разных ящичках Своего внутреннего стола Понимаете Это не литимерие Это просто разделение Сфер Сфер употребления Сфер употребления Да, конечно Очень многие думают Что как бы в культуре Это невозможно вообще Кроме того Я совершенно не понимаю Что же здесь Обсценная лексика Что просто грубая лексика А что какая Ну вот Ну я не знаю Лахудра Лахудра Это же не мат Правда? Нет, не мат Хорошо А слово курвец Но это опять же На каком языке? На русском языке На русском Курва Имеет такой же Гробый перевод Как в Балканском Я не знаю И вот я кстати Не знаю И богу не знаю Хорошо А слово трахать Это мат или нет? Ну нет же Ну слушайте А вот трахать Как раз таки Это та самая история О преобразовании Значения Вот да? Ну здесь дело Не в значении Например мы Скажем Говорим Заняться любовью Здесь нет ничего Неприличного Абсолютно Совершенно нормальная фраза Да? Так может быть И трахать нормальная фраза Это же не мат Да? Просто кто-то более Так скажем Вежливо Мне не нравится Вот конечно мне не нравится Нет Лена Вот в этом Согласен Хорошо Но это мое личное Это вкусно Но я в нем Я в нем не чувствую По посинение То есть вот кроме Литература Литература Детская детская Когда я их читала До психологии И даже до философии В русском просто провал Просто черная дыра Там провал? Ну тот же самый Не знаю Там сериал Интерны Да? Приехал Приехал где-то за границей В Союз Америки Учиться парень Сразу там его обучили Как бы русскому мату Ну это клише все-таки Это конечно все-таки клише Навряд ли все иностранцы Начинают изучение русского языка С русского мату А помните На чемпионате мира По футболу в России Который из Бразилии приехал Что? Я должна помнить? Ну и вот обучили Матерным словам Он сказал в эфире Ну это такое Спасибо большое За ваш звонок Давайте быстренько Последний послушаем Алло, здравствуйте Говорите, пожалуйста Нет, не услышим уже Ну не знаю Что вы скажете, Рудольф Мне кажется Это необязательное Условие изучения Хотя я конечно знаю Несколько примеров того Что конечно же Вы обучали иностранца Русскому мату Да это розыгрыш просто Это же хокма Это же смешно Это интересно И вот он сейчас опозорится Ну как будет интересно Это просто люди развлекаются Конечно Это правда Конечно Ну так а что Все-таки Как вы думаете Насколько Может Мы тогда Может расширим Географию Не только Латвию Возьмем Как вы думаете Насколько может Русский мат Напрягать Коренных жителей Коренных жителей Не напрягает Напрягает русских Латвия Меня напрягает Меня напрягает Расскажи Иностранцы ругаются Русским матом Почему Ну не знаю То есть когда англичанин Ругается по-английски Тебя не напрягает 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 Только эту часть Моего прекрасного Красивого Языка И это как-то Вот Подожди Я сейчас скажу Вот это мне неприятно Это чрезвычайно Интересная тема На самом деле Это тема Об имминвалентности Двузначности Русского сознания Братцы Это страшно важная Слишком широкая тема Конечно Да Но мы возьмем Только мат Русские С одной стороны Стыдятся Мата своего Вот этого всего А с другой стороны Очень гордятся И это Типичная Для русского сознания Ситуация Раздвоение сознания Мы одновременно Ну страшно Мы можем Это, это, это Мы все можем Выразить Пятью словами И так далее Да даже одним Можем выразить С производными Это правда Вот целый том Это доказывает Да А с другой стороны Если это делают Иностранцы Нам неприятно Они наверное Нас хотят обидеть Ведь это же произошло С этим словарем Сленга Ну не знаю У меня почему-то Нет такого Мне совершенно Наоборот Даже обратно Ну Ну был зверский скандал Потому что Издали этот словарь Там есть эти все слова Латинскими буквами И поскольку Тираж был большой Раздали в школы В том числе И в русские И русские школы Подняли огромный Хай Потому что Наверное Нас хотели Унизить Прочитай Прочитай пожалуйста Название словаря Латвейши То есть это словарь Сленга латышского языка Совершенно нормальное Филологическое издание Абсолютно Сленг здесь Самый разный Но в том числе И Ну такие И обиделись Именно русские школы Ну конечно Русские школы Потому что Наверное Нас хотели Вот унизить Ну слушайте Давайте будем честными Русские вообще Очень любят пообижаться Вообще в принципе На любое Вот А вот на нас посмотрели Значит нас не любят Подождите Во-первых Почему вас любить должны Во-вторых Зачем вас должны любить А в-третьих Зачем обижаться на это Ну живите просто Это еще одна гигантская тема Мне кажется Что она связана С психологией Такой камерной Не ну криминальной Потому что Люди криминальные Очень обидят А ты меня уважаешь Вот-вот-вот Ты меня обижаешь Ты меня не опустил А вот об этом мы поговорим Все-таки я думаю В следующую программу Если мы уговорим Еще Нам обязательно нужно Вас попросить прийти Наш гость сегодня был Рудольф Викстинш Говорили мы О языковой этнопсихологии В студии была Лена Лукьянова Кюля Писпонин И звукорежиссер Родион Золотарев Впереди выходные Видите себя плохо Твою мать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин